Что-то у меня совсем мозг поехал. Всем привет, я Даша, и это очередное видео по хвостушке. Дело в том, что я вышла очередную, ну, картину или не картину, работу. Это Дева Мария. Вот такая красавица. Я когда увидела её на Алиэкспресс, я просто не удержалась. Во-первых, она синяя, ну, то есть, ой, что я ляпнула-то, в синих одеждах. Мой любимый цвет синий и все его оттенки. Здесь она такая красивая, такая мельненькая, такое солнышко, такое ягодка. Я не удержалась и заказала её, только потом у неё моя дётя сказала, так это же католическая, какая разница. Вот что у меня получилось. Здесь рамка, она с багетовым, багет сделан ручной, в домашних условиях. Ей мне кажется немножко кривоватого здесь, снизу, нет. Напишите, как вы думаете, переделывать, не переделывать. Вот. Ушло у меня на неё 214 часов. Вышивала я с середины апреля и до 12 сентября. Это сколько? Я же великий математик. На самом деле нет, я гуманитария, очень сильно гуманитария. Подождите, 9 минус 4, вроде бы 5, да? Совсем удиотка стала. Ну, в общем, вот что у меня получилось. Есть примечательная история. Мне не хватало буквально одной ниточки, чтобы завершить определенный участок на вышивке. Я начала лопить. Ай-яй-яй, ниточки не хватило. Да что там ниточки? Мне буквально 5 крестиков надо было сделать. Пол ниточки хватило бы мне, чтобы закончить. А в наборе, упс, как бы... Я пошла к маме. Говорю, мам, я в панике. Спасай дочь. Ищи из своих закрома, вдруг у тебя есть. У нее и правда оказалось, знаете что? Ниточка оказалась на боре из другой девы Марии. Я вам сюда куда-то вставлю фотографию. Получается, одна дева Мария дала нитку другой деве Марии. Ну, то есть, получается, сама себе что ли? Ну, получается, что да, самой себе. И это было совершенно шикарно. Тем более, учитывая, что у меня достаточно такая большая уже коллекция нитка образовалась. Мулине для вышивки и крестиков. И в моих запасах не оказалось нужного оттенка. А у мамы эта нитка нашлась. И не в какой-нибудь наборе, а вот именно у святой девы Марии. Ну, что вы на это скажете? В общем, я получала, как бы, неимоверное удовольствие от работы. Был шикарно ярко, где накосячила на фоне и на самой мате, но вроде как не видно, да? Не стала распарывать. Просто кинула, как это исправить, по следующим глядам крестиков. И исправила. Очень довольна этой своей работой. Мне очень нравится. А вам как? И не забудьте, пожалуйста, написать про паспорту. Ой, я его Багета назвала раньше. Вот дура-то. Что-то у меня совсем мозг поехал. Ну, в общем, как он какажет. Вот здесь вот это нижнебелое не кривовато. Я сомневаюсь. Пускай люди. Вот. Собственно, это было очень короткое видео. Это все, что я хотела вам рассказать об этой вышивке. Пока-пока. Увидимся в следующих видео.